Самым оживленным местом в дни празднования дня рождения города Венсплс является променад улицы Остас. В этом году, как и всегда, организаторы предложили жителям и гостям города разнообразные праздничные мероприятия, в том числе и фестиваль мировой музыки и вкуса пряности. На главной сцене выступали музыканты из Латвии, Гвинеи, Аргентины и других стран. У зрителей была возможность не только насладиться отличной музыкой, но и продегустировать традиционные блюда разных стран и эпох, узнать характерные кулинарные особенности народов мира, получить советы от поваров и разузнать их профессиональные секреты. Также была возможность отведать блюда древнелатышской кухни, такие как свинина с бобами, квашеная капуста и разнообразные каши. В начале августа на столах латышей преобладают блюда из ягод, которые были представлены в большом количестве. И йогурт. На самом деле тут была своя фишка. Я хотела сделать десерт из ржаного хлеба. Латышам это лакомство знакомо, но хотелось все приготовить немного иначе. Я решил ржаной хлеб измельчить, потом добавил латвийский бальзам, но у него немного горьковатый вкус, поэтому я добавил чуть-чуть меда. Это все очень хорошо сочетается. Еще я подумал, что нужно сделать мороженое. И так как сейчас идет сезон черники, черной смородины, йогурт любят практически все, поэтому была идея использовать сметану, ведь латыши традиционно любят ее. Но все же йогурт ближе к сердцу, поэтому мы делаем на радость всем мороженое. На самом деле его совсем несложно приготовить и в домашних условиях, если знать правильные пропорции. Дома нужно дольше взбивать миксером или вручную, и процесс заморозки тоже занимает больше времени. Здесь это занимает от 3 до 5 минут, дома же может это длиться от 3 до 5 часов. Но нет ничего невозможного, нужно просто пробовать делать. Будь то мексиканцы, китайцы, грузины, итальянцы или армяне, у каждого народа есть свои предпочтения и кулинарные особенности. Настоящий армянский вкус, это настоящая армянская душа. Вот это настоящий армянский вкус. Я хочу сказать, что сегодня мы привезли на праздник баклажаны, фаршивание с орехами, это армянское блюдо. Потом овощи на углях, это баклажаны, помидоры, перец тоже жарятся на углях, как шашлык. Потом делается вот такой салат, это супер вообще, очень полезно для здоровья. Потом, что у нас еще жарится там? Пахлава, армянская пахлава. Пахлава это такое сладкое блюдо, слоеное тесто, начинка это грецкие орехи. Потом, что у нас еще есть жарится, что у нас еще есть? Далма, это из виноградных листов. Далма. И, конечно, мясо. И, конечно, шашлык. Шашлык сегодня у нас свиной и куриный. Вот видите, какая у нас очередь. Люди знают, куда, где, где кушать. Также большой интерес у посетителей праздника на променаде улицы Остас вызвала презентация военных подразделений. На площади около здания полиции были представлены военная техника, средства вооружения и экипировка. Особый интерес к военной технике проявляли самые маленькие гости праздника. Каждому хотелось взобраться на представленные экземпляры и почувствовать себя настоящим военным. Мы уже пятый год приезжаем в Венспост. Нам очень нравится. А что больше всего? Цветы. Цветы в клумбах и пирамидах? Везде. И даже на улицах. Везде цветы. Мне кажется, так красиво именно улицы сами по себе. И что вам в городе нравится? Очень ухоженный город. Мне кажется, мэры других городов могут сюда приезжать и поучиться, как должен выглядеть город. Мне порой кажется, что сами исполчания этого уже не ценят. Когда мы об этом им говорим, они всегда удивляются. Они говорят, разве? Нам кажется, что это нормально. И это мероприятие, которое мы стараемся посещать, когда награждаются самые уважаемые персоны города, на мой взгляд, это превосходно. Скажите, в эти дни в городе чувствуется ощущение праздника? Создается ли таковое? Первая неделя в августе в Венспост практически всегда такая. Много туристов? Да, людей и машин на улицах становится больше, поэтому в обычные дни этого не чувствуется и немного не хватает этого движения и людей. То есть в городе есть люди? Да, это на самом деле здорово. Вам нравится быть в Венспостчаном? Гордитесь ли вы этим? Да, конечно. Это ведь, несомненно, самый лучший город во всей Латвии. Спасибо.